Всем привет, мои хорошие! Очень рада вас видеть! Сегодня я проведу рум-тур своей квартиры, так что с радостью приглашаю вас в гости. Поехали! Итак, вот мы с вами входим и попадаем в коридор. В коридоре у нас разделение по свету. Можно включить только вот здесь, а здесь гореть не будет. Либо наоборот, здесь отключить, а тут включить. Коридор у нас достаточно большой. Вот она дверь. И вот от входной двери, вот так вот он смотрится с другого ракурса. Здесь у нас рядом с дверью шкаф-купе, прям до самого потолка. Он зеркальный, это очень удобно. Удобно посмотреться в него перед выходом. Многие спрашивали меня, что вот это у нас такое, шпаклевка или обои. Нет, это декоративный гипсовый кирпич. Мы его покупали в Леруа Мерлен, он везде продается, всякий разный. И вот сами такую достаточно большую стенку выкладывали этим кирпичом. Это очень кропотливо. Не совсем дешево это все стоит, но тем не менее мы замутили это все. На полу у нас кварц-венил. Для тех, кто не знает, кварц-венил это что-то между ламинатом и линолеумом. Вот такая дверь у нас стеклянная. И здесь, в этом углу у нас часто всякие велосипеды, гантели. А вот здесь, вот, считайте, вот вход, вот еще один коридор. Вот он, коврик. Этот коридор ведет в кухню. Пойдемте на кухню сейчас. На кухне у нас при входе вот такой большой стол. Когда покупали, хотели маленький стол, но выбрали в итоге опять большой. На окнах у нас жалюзи. Окно, видите, какое? С такой форточкой. Такая проектировка. Здесь у нас над столом часы. И вот она наша обеденная зона, где мы кушаем. А напротив у нас кухня. У меня уже есть обзор на кухню. Там у меня цветочек. Холодильник под цвет фасадов. Телевизор. Тут у меня, как правило, всегда вода. Чайник, кувшин и вода. Кто-то мне писал, что у меня на кухне очень голо. Что кто-то писал, что вы что-то вне живете. Ну, я не знаю, мне кажется, не голый. Я люблю, когда такой, знаете, минимум всего. Вот тут у нас такая лампочка. Для того, чтобы был дополнительный свет. И вот здесь за микроволновкой я храню там все свои вот эти фейли, там помыть плиту, губки. Они у меня убраны туда. На полу здесь тоже кварц-винил. Такой же, как в коридоре, идет вот единый пол. Так, кто-то меня еще спрашивал, делали ли мы какую-нибудь тут перепланировку в этой квартире. Мы ничего не делали, кроме как убрали дверь. Вот здесь вот. Здесь была дверь на кухню. Мы убрали дверь и сделали арку. Теперь у нас арка. Вот так смотрится вход на кухню. Так, здесь у нас туалет с ванной. Так, быстренько покажу. Вот у нас тут такая плитка. Она графитового цвета в сочетании с белой. Ну и такие тут, как листики какие-то, плитка. Ванная тоже вся классическая, все как у всех, все банально. Вот такая плитка. Она такая, знаете, вот немножечко рифленая. Обычная ванная. Тут у меня тряпочки всякие хранятся от швабры. Тут порошок большой стоит, потому что вообще-то у меня никуда не умещается. Стиральная машинка, полочки, полочки. Все как обычно. Ничего такого необычного тут нет. Дальше пойдемте в комнату дочери. Сейчас я включу здесь свет, потому что всегда в квартире сейчас темно в это время года. Так, вот входим. Это маленькая самая у нас комната. Здесь у нее ее шкафчик с ее вещами. Здесь всякие полочки, телевизор. Вот наши попугайчики пока что здесь живут. Часики. Окошечко, занавесок. У нас вот тюля этого нету, потому что квартира темная, я не хочу всего этого. Так, ну и ее рабочий стол, с которым она делает уроки, занимается. И ее диванчик. Я сейчас стала покрывать вот таким пледом, потому что с детьми, конечно, это вообще... На полу здесь у нас пробка. Экологически чистый материал. Мне вот этот прям очень нравится. Особенно там, где детки, превосходно. Выходим из комнаты одной. Пойдем в нашу гостиную. Так. Ну, здесь вы тоже часто видите видео у меня. Выглядит она вот так. Вот дверь. Входим. Тюля здесь у меня нет, но не потому что я не хочу, как в той комнате, а потому что я все еще не могу его купить. Вот такой диванчик у нас тут. Вот на этой части спит сын. Мы не раскладываем. Иногда, когда хочет дочка с ним поспать, они там иногда так играют, вместе спят. Мы разбираем эту часть. И он получается очень большой. И спит еще и она с ним. Стеклопакеты у нас такого цвета, потому что они деревянные. Ну, это вот... То есть не окна деревянные, а стеклопакет, но он деревянный. Ну, нам тоже так хотелось, хотя они, конечно, значительно дороже, но считается, что пластик, как говорят, вредный. Им дышать, нагревается. Мы решили сделать деревянные. Здесь у нас вот такая вот полка в стене. Она подсвечивается. Видите, я выключила. Включила. Это мы придумали по необходимости, потому что почему-то планировка этой... Не именно этой квартиры, а всех трехкомнатных квартир в этом доме такова, что здесь была вот такая вот ниша. Вот если убрать полки, а оставить только нишу, вот так она и была такая. И когда мы сюда въехали, то мы зашили ее гипроком. Мои родители зашили ее гипроком. Сделали ровную стену. Поклеили обои, мы так жили. А когда мы с мужем стали ремонт делать, он сказал, что можно это решение обыграть. Он все разломал. Сделал сам заново из гипрока вот эти все полочки. Мы также туда зафигачили декоративный вот этот кирпич. Покрасили все. И вот у нас теперь вот такая полочка, как для интерьера. Ну, я считаю, что, конечно, пространство зачем сокращать. Если уж она есть, то пускай будет. Здесь обои у нас вот такого темно-серого цвета. И вот по этой стене тоже они идут. А по этой вот мы недавно переклеили. Я вам показывала другие. Здесь у меня стоит эта лампа для съемок. Тут у нас вот такой шкаф. Там детские игрушки. Был еще один такой под телевизор. Мы его недавно утилизировали. Потому что мы собираемся эту мебель менять. Хотя она не старая, но она немножко не то, что мы здесь хотим. Хотим другую мебель. Здесь на полу у нас опять-таки кварц-винил. Видите, он смотрится как ламинат. Мне кварц-винил больше нравится, чем ламинат. Потому что это, ну, считай, фактически внешне то же самое. Но не такой прихотливый, как ламинат. Более устойчивый ко всему. И по этой стене вот получается у нас... Вот если на диване сидеть. Телевизора у нас еще нет. Мы его еще не приобрели. Там у меня пылесос висит. Цветок стоит. И комната, как вы видите, смежная. Нам это не очень нравится. Мы считаем это недостатком этой квартиры. Поэтому мы и задумываемся о том, чтобы сменить эту квартиру из-за смежной комнаты. Ну, вот пока так. Входим сюда. Тут у нас комната моя и мужа. Тут стоит кровать. Большой такой шкаф. Также там у нас находится лоджия. Но не буду показывать, потому что у нас сейчас там забит взрослый велосипед. Потому что летом у нас в парадной мы его раньше оставляли много-много лет. У нас лоджия вся обшита вагонкой. Вот там вид из окна на хрущевке на эти. Так вот, оставляли в парадной много-много лет. И в этом году летом у нас украли оттуда велосипед. Мы пока что его на лоджию запихнули. Нам никак до гаража его не довезти. Надо как-то это сделать. Вот эта люстра, которую мы недавно покупали. Там у нас стоит стул, на котором все время висят куча джинсов всяких. Я не знаю, мне некуда абсолютно это все положить. Дети, я знаю, что это ужасно, но пока что так. Так, вот с другой стороны мы смотрим. Тут у нас напротив кровати телевизор. Тоже большой шкаф. И вот дверь, видите, которая ведет в гостиную. Я думаю сделать здесь комнату дочери, переселить ее сюда и все заодно переклеить, сменить обстановку. Такая комната, знаете, чисто спальня. Мы с мужем спим, смотрим фильмы здесь. Вот такой шкаф. А здесь у нас опять пробка для спальни. Экологически чистый материал. Шикарно. На тумбочке всегда лежит у нас пульт от телевизора. Дверь у нас здесь стеклянная. И пульт этот от подсветки, которая включается в гостиной. У нас там, где карниз потолочный, там я включаю подсветку. Но сейчас не будет видно, если я включу, потому что светло. Вот и все. Вот такая у меня квартира. Вот такой у меня рум-тур. Ну вот, вы побывали у меня в гостях. Спасибо вам за это большое. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить комментарии, лайки. Ну и, конечно же, подписываться на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Всем счастливо. Всем пока.